... зарабатывать. И профессия мечты незаметно превращается в ад. В целом таких очень много, в целом корявых заявлений, но в целом вот эта тема часто встречается. Я пришла в профессию, мне очень все это нравится, я вообще все это любила, начала работать внутри, в самой профессии, и поняла, что с каждым проектом все хуже и хуже, в плане тяжелее и тяжелее. И из-за этого как раз собралась эта тема, которую я сегодня поделюсь. Сразу говорю, что это все пройдено через меня. Кому-то, так скажем, информация зайдет, кому-то не зайдет, я не отвечаю за всех, я просто хочу поделиться теми мыслями, которые мне позволили в какой-то период времени достаточно неплохо поменять мышление, которое позволило двигаться дальше оперативнее, что ли, качественно делать, шаги вперед. Давайте сейчас разберемся. Меня как дизайнера, кто знает, напишите единичку, чтобы я понимал. А кто не знает как дизайнера, напишите двоечку. Я как дизайнер владелец мастерской, более 15 лет работаю уже в дизайне интерьеров, более 150, а то и на 170 проектов уже реализовано. У меня есть свой авторский подход «Дом с вашими чертами характера». Это для клиентов, это умение общаться, экологичное общение, которое позволяет создавать именно эту схему, этот подход. Лектор постоянно участвует, я сегодня с вами. Обладательный диплом высшего учебного заведения. Обучался в Санкт-Петербурге. У меня есть высшее образование именно по специализации дизайн интерьера. Также у меня есть второе образование, это «Реставратор». Есть знакомство и достаточно неплохо работаем именно с мастерскими творческими, создаем шедевры для наших клиентов в единственном экземпляре. Эксперт в межличностных отношениях, член союза дизайнер и архитектор. Сегодня как раз мы в большей степени будем говорить про межличностные отношения и отношения в первую очередь с самим собой. Достаточно часто выступая на разных мероприятиях, конференциях, можно меня встретить там. В апреле, я уверен, что кто захочет в Санкт-Петербурге, может со мной пообщаться лично относительно каких-то вопросов, задать, мы обсудим. Так что буду на мероприятиях в Санкт-Петербурге, уже являясь приглашенным с Питером на этих мероприятиях. Вот. А кто знает или не знает, не в формате уже как дизайнера ретерьера, а в формате как уже наставника дизайнеров, напишите, кто знает троечку, кто не знает четверочку. Тоже хочу посмотреть. Сейчас уже достаточно давно ко мне приходили, и сейчас я уже являюсь наставником некоторого количества дизайнеров, девочек, мальчиков. Вот. И являюсь наставником для самих дизайнеров. Также являюсь наставником для менеджеров, работающих дизайнерами, потому что нужно тоже находить эту коммуникацию, чтобы менеджеры понимали дизайнеров, что им нужно, как нужно, и как правильно выстраивать коммуникацию. Также консультирую поставщиков. Это и производители работ, и те, кто поставляет какие-то вещи в наши проекты. Ну, как сказать, так получилось, что теперь консультирую еще и предпринимателей в других сферах, которые там потихонечку подтягиваются. И пропагандируем, что я считаю немаловажным, это экологичное общение. То есть есть основы, которые очень важно знать для того, чтобы выстраивать экологичное общение и коммуникацию с другими людьми. Сам постоянно обучаюсь, наверное, уже сколько? Больше, наверное, 10 лет работать со своими наставниками. Уже по разным там направлениям. Опять же, у меня их несколько. У меня, кстати, они меняются. С этими новыми начинаю работать. Давайте мы определимся еще, кто здесь, чтобы я понимал, как аудитория собралась именно сегодня. Есть ли среди нас студенты, наемные сотрудники, фрилансеры, владельцы дизайн-студии, и просто в поиске ответов. Цифры, пожалуйста, напишите. Я просто пойму, кто сегодня со мной. Готов поработать, пообщаться, и вполне возможно получить какой-то интересный результат нашей сегодняшней совместной деятельности. Фрилансеры, владельцы студии. Екатерина, благодарю. Светлана, Юлия, благодарю за ваши ответы. Виктор. И сегодня поговорим о сценарии. Сценарии, которые заложены у нас в голову. И как раз вот тот самый хитрый момент, почему мы сами портим себе жизнь. То есть это вот про то, когда мы с вами вроде хотим определенного чего-то, не знаю, создать свою дизайн-студию, работать с определенными клиентами и так далее, и вроде как прикладываем какие-то усилия через боль, через силу, через мучения, а фактически потом оглядываемся, смотрим, а ничего не поменялось. Это вот, скорее всего, про это. Для меня это было неким открытием достаточно, там, энное количество лет назад, когда мы это обсуждали с моим одним из наставников. И тогда у меня встало все по полочкам. И вот я как раз этим полочкам хочу сегодня с вами поделиться. Давайте посмотрим. Если вы уже пробовали, где-то там, не знаю, учились, наставничество, если вы пробовали работать финансовыми установками, денежным мышлением, пробовали работать с тайм-менеджментом, там, разобирались в мотивации, старались быть проактивными, тоже достаточно модное слово, которое у нас сколько, там, уже, наверное, более пяти лет, вот проактивный, проактивный, давайте, действуйте, внедрять достигаторство и планирование. Достигаторство тоже достаточно новое слово. Также пытались, там, не знаю, проходить какие-то тренинги, там, себе встроить какую-то жесткую дисциплину, заставлять себя вставать по утрам, там, бегать, качать силу воли, особенно, когда это тебе не нравится, и ты прям сопротивляешься этому. Вот если вот вы все уже старались, и в итоге, через последствия какого-то времени, у вас это не срабатывало, то есть встраивали, какое-то время оно работало-работало, через больше, через силу, по-моему, раз и не срабатывало. Вот сегодня как раз мы поговорим, почему это могло не сработать. Также, если вы иногда, вот здесь и сейчас, и, в принципе, в процессе времени, чувствуете себя слабовольным, так скажем. Критикуйте себя за отсутствие мотивации. Когда ты вроде как бы хочешь, нужно какого-то, почему ты такой, начинаешь себя критиковать. Часто недовольные собой именно в каких-то ситуациях, из разряда, не знаю, что ты сделал, потом, блин, вот это, как же ты мог, ай-яй-яй, вот эта вся история. Иногда ощущаете себя на вершине, а потом просто никем. Вроде как бы раз забрались, и раз и все обвалилось. На ощущение вот этого победы. Или в живете стрессе, напряжение, тревоге, которое все реже уходит. То есть нужно понимать, что стресс, напряжение, тревога, это такая история, которая накапливается. Если она у нас не меняется, то вот вы внутренне это чувствуете, что вот оно набирается, набирается. То есть вот это тоже нужно понимать. Есть, нет. И ощущаете все меньше сил, энергии с годами. То есть время идет, ты вроде как бы, пока у тебя этот мотор, когда тебе 20-25 лет, не знаю, там, атомный моторчик, работает, работает, и ты прям можешь и не спать, там, трое суток тягачить, работать, потом говоришь, вот, я там сделал все в ночь, сидела, говорит, это сделал, там, не знаю, детей ложил, туда отвела, там, мужа накормил, говорит, ты ночью работала, прям, ух! И потом со временем ты понимаешь, что истощается твоя вот эта, батарейка. Вот если это вот есть, такие моменты, напишите плюсик, чтобы я понимал, что среди нас есть, кому это рассказывать. Виктория, благодарю, Светлана, Анна, Алиса, Ви, Юля, благодарю. Я понимаю, что значит, мы сегодня с вами собрались не просто так. Ольга, Екатерина, Лилия, благодарю еще раз. Мне радостно, что мы нашли друг друга сегодня. Виктор, благодарю. И давайте поговорим, в связи с этим, какие у нас, получается, сложности, да, классическое и достаточно модное сейчас слово, это выгорание. Ну, как можно назвать сложностью? Нет денег. То есть, ты вроде делаешь, действуешь, а денег как не было и нет. Или, когда у тебя уже бизнес собрался, доход не растет. То есть, вроде как бы, как говорится, копаешься, работаешь, делаешь. А как там вот есть, условно, не знаю, 100 рублей ты зарабатываешь, 100 рублей так и остается. А энергии, эмоций достаточно много. Также получается, что ты вроде выстраиваешь бизнес, а он у тебя неприбыльный. Вроде у соседа такой же бизнес, условно, визуально, а у него прибыльный. Ты не понимаешь, почему. Проблемные заказчики, с которыми больше нервов, чем дохода. Вот тоже есть. Я вот что-то не встречу, с кем-то не поработаю. Заказчики какие-то нехорошие слова. И есть еще вот такая интересная ситуация, когда трачу он подчистую. То есть, только деньги появились на руках и моментально раз, и исчезают. Как сквозь песок, сквозь пальцы. Вот тоже бывают такие истории. Это как раз следствие того предыдущего, о чем я говорил. То есть, это уже следствие определенных схем поведения. И наша жизнь фактически может выглядеть вот так вот. Ты вроде как бы бежишь, бежишь, как белка в колесе, вот эта любая фраза. И все быстрее, быстрее, быстрее. А потом понимаешь, что ты вроде бежишь на одном месте, и ничего у тебя не поменялось. Ты как там, не знаю, 3, 5, там, не знаю, 7, 10 лет назад зарабатывал определенные, так и зарабатываешь. Как у тебя были определенные клиенты, так и не остались. Как были сложности с деньгами, так и не остались. Ты не понимаешь, почему. А хочется так. Напишите, да, кому хочется, чтобы вот так вот выглядело. Ольга, да, Виктория, Ви. Отлично. Благодарю за обратную связь. Мне важно, чтобы я понимал, что мы с вами в ВКонтакте. И сегодня мы поговорим про сценарии. И я убеждаю, что сценарий полностью определяет наш результат. То есть, то, как мы живем, зарабатываем, общаемся и строим бизнес, определяется нашими сценариями, заложенными программами ранее, которые не мы даже закладывали. Именно они отвечают за то, что мы не можем пробить потолок дохода, найти свое место под солнцем, работать с желательными заказчиками, которые нам нравятся или от которых мы действительно получаем удовольствие. Именно это. Мы этого не видим и не замечаем. Сегодня я постараюсь вам подсветить разные сценарии и посмотрим, в кого попадает. Я, опять же, взял не все, особенно яркие для нас, как для дизайнеров, как для творческих людей. Хотя сценарии можно будет увидеть и у любых других людей в других профессиях. Если это не поменять, никакие попытки заработать больше не будут реализовываться. То есть, понятно, что если мы их не видим и не понимаем, то мы все равно будем работать по этим сценариям. И как бы мы не пытались делать по-другому, через боль можно к чему-то прийти, через вот как раз вот эту настойчивость, тоже можно прийти. Но вот как раз вот те самые сценарии, заложенные, их нужно просто-напросто найти, для себя осознать и уже смотреть. Сейчас ты принимаешь решение относительно сценарий, который у тебя есть, или относительно того, что ты хочешь. Истинно хочешь. Сегодня мы поговорим о шести. Я вот выбрал шесть таких интересных сценариев или ролик, которые мы внутренним у нас срабатывают. Это заботливый или заботливая. Сразу скажу, что здесь нет женщин и мужчин, как бы здесь как бы сценарий, они не делятся на мужское и женское, потому что как у мужчин, как у женщин может срабатывать этот сценарий. Заботливая золушка, спасательница, идеальная принцесса на горошине и хорошая девочка. Сегодня поговорим именно о них. Давайте разбираться. Заботливая я или заботливый. Мне будет важно сейчас, чтобы вы писали плюсик, если этот сценарий попал в вас. Да, я так думаю, да, у меня такие мысли есть. Хорошо? Договорились? То есть у сценарий вот именно заботливый или заботливая срабатывает. То есть можно его выделить или ощутить или осознать, что он у тебя есть, когда вот есть такие штуки. Все должно быть, точнее, все должны быть довольны и чувствовать себя хорошо. Вот как только у тебя внутреннее так-так-так-так-так, нужно, чтобы все были довольны. То есть не я, а все вокруг должны чувствовать себя хорошо. Второе. Если другие недовольны, я виновата, меня бросят. То есть если я не осчастливлю всех вокруг, то меня бросит, я чувствую дискомфорт. И третье. Я все делаю, лишь бы другим было хорошо. Понимаете, да? Это вот схема, когда заказчик там всем приходит грустный, печальный, говорит, а я думаю, что вот это тоже будет бесплатно. Давайте это бесплатно. Вот это внутреннее. Заказчик же будет недоволен, если я это не сделаю бесплатно. Понимаете, да? Узнаете. Есть у нас заботливая Марина. Спасибо. Лариса, спасибо. Виктория. Вот, 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 жертвуешь собой. Виктория. Именно об этом. И это вносит наши ограничения, то есть ограничения в нашу жизнь. То есть, если ты, допустим, дизайнер, нанятый сотрудник в какой-то дизайн-студии, то этот человек, я не могу отставить свои интересы. Если кто-то, тогда будет недоволен. То есть, я не могу отстаивать свои интересы, если кто-то другой будет недоволен. То есть, не то, что я буду в печали, мне будет сложно, а именно кто-то другой будет недоволен. То есть, тут вот, грубо говоря, что можно привести в пример? Там, не знаю, дорогой начальник, «Я не могу взять этот проект, потому что у меня то-то, то-то, и я не могу в ночь сидеть, потому что у меня есть ребенок». Иначе говорят, «Ну, это же очень плохо, я очень сильно расстроен». Человек не может в смысле расстроен, «Ну тогда ладно, я поработаю». Это вот как раз туда же, попросить прибавки, попросить повышения, отказаться работать сверхурочным, как в ночь мы, допустим, работаем как дизайнера. Если про частного дизайнера интерьера, я не буду перенести, если клиент будет недоволен. То есть начинается, я уже говорил, даю скидку, делаю себе в убыток. Тоже бывает, с дизайнерами общаешься, он говорит, «Ну а как?» «Заказчик, пожалуйста, что у него все плохо, все ужасно, денег ни на что нету». «Дизайн-проект, пожалуйста, можно сделать подешевле». В итоге он ездит на Rolls-Royce, на Bentley. А дизайнер работает себе в минус, в убыток. Это как раз срабатывает механизм заботливая. Если ты владелец студии, то не можешь организовать эффективную работу и требовать как раз именно от сотрудников, чтобы они делали, выполняли ту работу, которая требуется. Потому что ты не можешь в их глазах быть плохим. Ты хочешь, чтобы тебя любили. И тут как раз сломы именно в построении. Именно студии, общение с дизайнерами, нанятыми сотрудниками, там проблема начинается. И как раз вот тут из тебя веревки вьют, и именно тут у тебя бизнес работает, а денег нет. Это как раз вот сюда. И последнее, что всех объединяет, это избегает конфликтов. То есть вот как только вы внутренне чувствуете, что я хочу избежать конфликтов, то этот сценарий включился у вас. И в целом, да, эти люди не могут требовать своего. Страшно высказать неудовлетворение, страшно расстроить. Это хорошо видно, когда тот же самый дизайнер, допустим, говорит, да, я готов с вами встретиться в любое удобное для вас время. Не говоря о том, что у тебя есть какие-то планы, ты говоришь, что только вы удобны. И потом перелопачиваешь свои планы, чтобы только подстроиться под этого человека. Если мы говорим о экологичном общении, я могу дать совет, и вы говорите, что смотрите, как я готов с вами встретиться, мне удобно в такой-то промежуток времени. Это не значит, что он обязан выбрать этот промежуток времени. Но это дает возможность вам высказать именно удобное для себя время. И потом не перелопачивать свой график. Это, я думаю, понятно. Хорошо? Отлично. Давайте теперь поговорим о золушках. Золушки именно пессимистичные, которые печальненькие, вот такие вот, которые не верят ни во что. Опять же, ставим плюсики, если есть этот сценарий, на вот эти определения срабатывает триггер. Когда человек говорит, что деньги должны даваться тяжелым трудом. Это достаточно часто как раз у нашего старшего поколения, послевоенного поколения. Деньги должны даваться тяжелым трудом. Если легко, это все плохо, это неправильно. Когда все тяжело и плохо, это нормально. То есть я иду через сложности, через тяжесть. Если меня прям тяжело, я чувствую, ну, тогда окей. То есть это норм. Нужно надеяться на лучшее, но знать, что на самом деле это не получится. Понятна формулировка этого? То есть, когда вроде как бы, да, ты вроде надеешься, но внутренне сразу себя как бы, хоп, не, 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 как бы, да, это мечта, это может у кого-то, но у меня так не будет, у меня все будет плохо. Это вот туда. Нужно заниматься тем, что приказала мачеха. Делать то, что никак не лучше. Ну, то есть, здесь я хотел сказать о том, что, то есть, если тебе сказали, там, я не знаю, пойди, расслабься, отдохни, ты не воспринимаешь то, что в смысле это не приносит сложности и боли. Вот если тебя нагружает работу, ты в поте лица, там слезы текут, ночами не спишь, ты говоришь, а, о, вот это работа, вот это я работаю. То есть, когда тебя напрягают. То есть, вот это тоже. Юля, хорошо, спасибо. Что поделились. Частично один пункт. Я старался здесь, как бы, его больше раскрыть. Понятно, что не все могут пункты попадать, но главное вот именно зацепить, почувствовать, где, что может там срабатывать у вас. То есть, мы сейчас подсвечиваем их. И, как в предыдущем варианте, что все ограничения накладывают? Чувствовать себя нормально только, если все делается преодолением. Ну, это вот не про то, чтобы, ну, извините за такой пример, не трактором скопать поле, да, а вот взять тупую лопату и фигачить вот это поле. Вот это прям про золушку. А там прям чувствуют, набирается вот этой энергии, что вот да. Игнорируют любые возможности, в которых можно зарабатывать без надрива. То есть, я про физический труд, да, та же самая история может быть и про интеллектуальный труд. То есть, если это легко и просто, и за это, как бы, ну, еще заплатят нормальные деньги, потому что есть запрос. Говорят, нет, нет, туда не пойду, там меня обманывают. Это вот такое вот. И вот главное для вот золушки, да, ограничение, это комфортно себя чувствовать, когда нет денег, условия для жизни и отношения. Не, как сказать, негостеприимные. Ну, то есть, я думаю, понятно это слово, что ощущение, что вот вокруг все плохое, все плохие, и вот как бы вот ты вот вся в напряжении, что вот все ужасно. Вот это вот состояние. Да, мы можем это не улавливать. Ну, в состоянии здесь и сейчас всегда. Это просто срабатывают определенные моменты, когда вот у нас на автомате вот эти, скажем так, тумблеры срабатывают. Далее. Не могут переносить хорошие условия и отношения. То есть, ну, допустим, девушка вошла в отношения с мужчиной, и там все хорошо. Он о себе заботится, и у девушки слишком все хорошо, вот он начинает, нет, 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 что-то должно быть плохо. И начинает искать, где вот это плохо. И начинается вот эта история в плане, там, не знаю, ты меня изменяешь, а что ты сегодня такой, а где подстава. Вот туда вот. С заказчиком то же самое. То есть, когда ты начинаешь постоянно напрягаться, искать, грубо говоря, подставу, ты больше татишь времени и энергии вот на это, а не на результат. Далее. Даже заработав деньги и изменив жизнь, регулярно сваливаются обратно. Потому что им дискомфортно, когда все хорошо. Потому что они прям чувствуют этот дискомфорт. В смысле все хорошо. Не должно быть по-другому. Потому что вот сценарий туда их загоняет. И вот еще один, одна такая хорошая, ну, как сказать, маркер, да, не только у Золушки, есть, там, дальше дойдем, не может попросить помощи. То есть внутренне. Вот ей плохо, ей там не хватает сил, времени, я не знаю, чего еще. Сна не хватает, да, то есть не выспаться. Она не может попросить помощи, там сказать, ребята, смотрите-ка, там, 1785-й проект в параллель, ну, я не могу взять. Давайте мы либо мне помощника берем, вот, либо давайте проект к другому. Вот как раз не могут попросить о помощи. Когда вот они обращаются к кому-то, они чувствуют, что в смысле. Так я облегчу все жизни, это ненормально. То есть они не чувствуют, что это норма. Виктория, благодарю за честность. Очень приятно, что вы сегодня с нами. Надеюсь, чуть-чуть сложится в голове некоторые моменты. Давайте о спасателе или спасательнице. Тоже достаточно яркий такой образ. Это, ну, да, все должны быть в порядке. Никто не должен быть с проблемой. Если я вижу проблему, я должна ее решить. Если меня просят помочь, я должна помочь любой ценой. Даже ценой это самопожертвование. Могу признаться, что когда-то у меня вот этот спасатель просто моментально срабатывал. Опять же, это еще от мужского идет достаточно, когда там девушка к тебе обращается. Еще кто-то, ой, помоги это, помоги это. Я, допустим, очень ярко на себе это испытал, что он говорит, о, точно, это я. Тут вопрос в чем. Очень важно понять в спасателе, ты это делаешь, потому что тебе хочется искренне, да, либо срабатывают вот эти вот программы. Как вот, ну, включили, все, как это, кто-то, у кого-то плохо, не-не-не, бежишь. Бросаешь все. Вот вообще не важно. Мне пример приводили, когда вот мы разрабатывали, обсуждали этот момент. Ну, допустим, семья, там, женщин, там, трое детей. И вдруг ей подружка звонит, говорит, можешь посидеть с моим ребенком, у меня вообще проблема, нужно сходить, там, не знаю, ногти сделать. И человек, бросая все своим, бежит, грубо говоря, помогать своей подруге. Хотя фактически у нее задач намного больше. И ногти, как бы, это не является какой-то там принципиальной вещью, что это нужно сделать здесь и сейчас. Это вот такой яркий пример тоже, опять же, если узнали. Напишите. Анастасия, спасибо за честность, мне очень приятно, что вы даете обратную связь. Анна. Вот, тут штука в чем, еще раз повторюсь, когда мы узнаем себя, когда мы чувствуем, что срабатывала система, задаем вопрос, это моя истинная цель, я хочу это, да, или это сработала программа. Вот о чем сегодня, в принципе, вообще мы с вами будем общаться. Ну, и, само собой, у нас, у него тоже есть ограничения. Если мы говорим, о, дизайнеры нанят персонали, да, бросаясь на почту, вместо работы над своей востребованностью, трачу там время, ресурсы, силы, неважно. Ну, условно, давайте, там, есть пять дизайнеров у вас в коллективе, да, и кто-то говорит, что все, я не могу, у меня это не получается, и тебя дергают, и говорят, помоги мне. И ты такой, о, боже, да, да, помочь, как классно, и начинаешь работать за него. Он зарабатывает деньги, он получает деньги за проект, фактически, а ты, говорит, у тебя все за стол перелосит, потом в ночь работаешь. Это же, как говорится, не в счастье себе ты это делаешь. Если говорить о частных дизайнерах, спасают клиентов, вместо того, чтобы зарабатывать. Это вот как раз туда же, когда клиент начинает тобой, ну, скажем так, манипулировать, пользоваться. И он говорит, Николай, к примеру, да, у меня проблемы, у меня, говорит, сейчас нет возможности, а не могли бы вы съездить, там, не знаю, плентуса получить, привезить на стройку, а то нужно просить прораба, это так сложно, ну, прям вот надо. А ты понимаешь, что возить плентуса вообще не твоя, ну, не твоя задача, ты за это не получаешь. И вот как раз вот это вот спасательство говорит, ну, как же клиенту не помочь, надо ему помочь обязательно. И несешься в одну сторону, погонишь обратно, а потом понимаешь, что у тебя полдня мимо. Это как раз вот про это. То есть когда мы, то есть клиент или заказчик наш говорит о том, что что-то плохо, беда, ай-яй-яй, и ты убежишь, да, 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 спасти, спасти, а о себе в этом не думаешь. Если мы говорим, ну, владельцы дизайнер-студии, они как раз спасают сотрудников и партнеров, вместо того, чтобы зарабатывать. То есть тут вопрос именно, если говорить про сотрудников, сотрудник пришел и говорит, ой, мне бы сегодня пораньше уйти, у меня там футбол, или там, знаете, у меня это не получается, что-то вообще как-то не получается, я не в настроении, они могли бы вы мне там упростить работу и так далее. То есть вот и ты думаешь, ну, надо спасти, надо же помочь. Вот, а потом начинаются все потихоньку, все больше, 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 все что-то просят, все раньше уходит, проектов нету, все это растягивается, а ты все их спасаешь и спасаешь. А фактически потом оказывается, ты как бы еще в минусе перед клиентом, потому что клиент с претензиями, да, и вроде как бы пытаешься всех спасти и клиента своего, и своих наемных сотрудников, и тут тоже беда происходит. И вот тут как раз, вот про спасателя хотел сказать, и я прямо реально это могу сказать, что я именно прочувствовал это, да, это был один из запросов, получается. Очень высокая цена. Время, здоровье, ресурсы. То есть ты, грубо говоря, тратишь на задачи других людей свои собственные ресурсы, вообще не понимая, что вообще ты можешь эти ресурсы тратить на себя, на свое развитие, двигаться вперед, улучшать качество своей жизни, зарабатывать больше. Вот тут как раз очень много проваливается. Юля, благодарю. Ольга, Лариса, спасибо за ответы. Идеальная или особенная? Тоже интересная роль. Тут вот как раз про идеальность или про безупречность, либо про, скажем так, про отличницу. Вот все должно быть идеально, безупречно, лучше всех. Другие не должны иметь никакой возможности ни в чем-то упрекнуть. Здесь страх, что ты сделаешь что-то хуже, на какую-то, не знаю, на 0,0001 процент. Хуже, чем идеально. Это вот как раз про прекастинации, туда же мы уходим, про дело, которое мы делаем, 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 не может доделать. Ну, там, допустим, я делаю визитки уже третий год, я не могу, потому что мне не могут сделать идеальные визитки. Так возникает вопрос. Тебе визитки нужны для чего? Чтобы они были идеальны и чтобы ты могла им пользоваться? То же самое с сайтом, то же самое с PDF-файлом, предложением и так далее. И вот закапываются в это. То есть это боль, таким, ну, серьезно, людям с этой программой тяжело, реально тяжело. Далее. Все должно быть организовано, упорядочно, правильно, аккуратно, быстро, эффективно, дешево и так далее. То есть в лучшей форме того, что может быть, ну, то есть, условно, дешевле всего, да, или эффективнее всего, да, или быстрее всего. То есть вот тут как раз начинается вот этот перебор вариантов. Или там, нет, сначала все должно быть упорядочно, все идеально, все должно быть по полочкам расставлено, аккуратно. Это как раз про тех людей, которые, допустим, в рендере визуализации вазочку двигают 500 тысяч раз вправо-влево, что вот все прям суперидеально. Хотя эта вазочка вообще по барабану у самого заказчика, который это будет смотреть. Понимаете, да, о чем я? Есть у нас такие? Юлия, а, во, благодарю, Ольга, благодарю, Анна. Вот, то есть тут о превосходной форме, что должно быть все идеально. Светлана, отлично, как говорится, в наши ряды пополнение. Пытается все делать сама, а не принимает помощи. Хочет идеальных решений и гарантий, а иначе чувствует, что она не справилась. Как раз это про идеальных решений и про то, что человек не может делегировать. И когда ты делегируешь кому-то, у тебя начинается проблема. Потому что, ну, он делает, блин, не идеально. Вот он сделал на 98%, не на 100%. Все, срочно все переделывать. И делаем еще раз, еще раз, и еще раз. Это как раз сложность именно в делегировании, в визуализацию, в чертежку. Когда чертежником мы это все делегируем. И вот тут как раз у нас получается, что срок все растягивается, растягивается, растягивается. Мы все менее недовольны, точнее, более недовольны результатом. Потому что, ну, господи, ну, столько времени, нужно идеально. И потом человек про себя, который идеальный, особенный. Нет, все нафиг. Делаю все сама, знаю, как это будет. Буду выставлять эту вазочку, все идеальненько. Выдохну, все вот супер, идеально будет. Отлично. И тут как раз у нас ведут ограничения, понятные, да? Не может себе разрешить ошибаться. Негибок не может подстроиться к правилам игры. То есть разрешить ошибаться – это вообще очень важная вещь. Нас как бы в советском периоде учили, что ошибаться – это плохо. Крайне нехорошее утверждение. Негибок – это про то, если что поменялась ситуация, он не может под нее подстроиться. То есть меняются правила игры, меняются какие-то ситуации. Я обычно рассказываю на своих вебинарах про зонтик. Было солнечно, ты думаешь, ну, на следующий день будет тоже солнечно, представила, во что-то оденешься, там, не знаю, сарафанчик любимый. Просыпаешься с утра, смотришь, бах, а там дождик идет. Да, грибной дождик, но дождик. И что ты делаешь? Ты можешь, как говорится, не прогнуться, да, скажем так, под изменения. И принципиально в этом сарафанчике пойти под дождем. Ничего хорошего, это радость никого не принесет. Либо, опа, правила игры поменялись, взяла зонтик, пошла счастливо под зонтиком, там, увидела радугу, и у тебя там хорошее настроение. То есть вот это достаточно сложно. Тут вот тоже есть. Избегает всего, что может нести ошибку. Не пытается браться задачи, которые не делала раньше. Не может быть в статусе ученика. И вот как раз из-за того, что не может быть в статусе ученика, не может расти. То есть для того, чтобы расти выше, нам нужно набираться каких-то новых знаний, опыта. И вот тут как раз внутри такой страх сидит, что, блин, ну если я сейчас пойду и сделаю что-то неправильное, меня же наругает. Я же ошибусь, потому что я же еще этого не делал. Вот как раз вот этот страх, как раз вот именно через идеально, оно все время останавливает, как бы обратно все время, обратно все время. И ты как бы вроде и хочешь вырасти, и хочешь в этом разобраться, и хочешь в принципе, не знаю, там бизнес построить, команду классную собрать, зарабатывать больше, другими заказчиками общаться, а там другие задачи. Если ты делал там однокомнатные квартиры, да, ты в принципе даже не думал о том, что могут быть там, не знаю, квартиры с тремя кухнями или холодильником под шубы. Но в этом же надо разобраться, и страшно. И вот если мы говорим о студии, да, избегает конкуренции, чтобы не проиграть, изобретает оригинальные, но не очень рабочие концепции. Тоже таких людей много именно в бизнесе, которым говорят, вот есть там алые океаны, есть голубые океаны, и вот туда вот они прямо упираются. Что придумают что-то, что не нужно людям, да, оно единственное предложение. Как говорил один из моих наставников, преподавателей, еще когда я только закончил академию, он сказал так, да, ты должен отличаться. Грубо говоря, представьте вилку, да, есть там с тремя зубчиками, с четырьмя зубчиками, с двумя, не знаю, там, большая, маленькая, серебряная, золотая, там, не знаю, пластиковая, да. Вот, говорит, это различие. Говорит, а если ты будешь, берет вилку, завязывает в узел, говорит, вот если ты будешь, вот как вот эта вилка завязана в узел, который неудобно есть, да, ты отличаешься, то нафиг никому не нужен. Вот об этом как раз, это вот право идеально. Принцесса на горошине. Ну, давайте посмотрим, есть ли среди нас принцесса на горошине. Все должно быть так, как я хочу. Не должно быть ничего, что меня расстраивает. Все должно быть хорошо, без переживаний. Хочет гарантий, что все будет так, как ей хочется. Не готова прикладывать усилия. Хочет, чтобы все было волшебно и само, и ей приносили уже все готовое. То есть это вот про, ну, так и называется, принцесса. То есть, когда человек попадает в реальный мир, искренне удивляется, почему все делают, как они хотят, а не как она хочет. То есть вот есть. Поставьте плюсик, есть кто-нибудь среди нас? Мне просто интересно было, ну, реально, у нас сегодня там. Лариса, спасибо. Потому что у меня был спор, именно нужно ли давать этот образ. Потому что, ну, как сказать, мы с дизайнером обсуждали, когда я эту презентацию готовил, говорят, ну, хотел сделать пять, но все равно именно из-за принцесса на горошине сделал шесть. То есть вот тут как раз, благодарю, и Ольга тоже. То есть вот тут как раз вопрос в том, что человек внутренне не готов к тому, что у людей других и у мира есть другие цели, другие задачи. И не всегда должно все подчиняться твоему желанию. Часто это встречается, когда приходит заказчик, ты сделал проект, тебе он нравится, он обалденный, ты вот прям кайфуешь от него. Заказчик говорит, ой, вы знаете, а вот этот вот цвет какой-то не очень. А почему не очень? Говорит, я не знаю, переделайте. И у тебя внутреннее. В смысле? Я сделал, все. Ты взял, как говорится, и радуешься. То есть это вот как бы вот туда. И тоже нужно смотреть, срабатывает как бы вот эта программа или нет. А теперь мы говорим об ограничениях. То есть что это ограничивает? Если мы говорим о либо частном дизайнере, просто дизайнере, не может найти работу. То есть смысл в том, что куда бы он ни устраивался, да, его всегда что-то не устраивает. Там, не знаю, зарплата, коллектив, время работы и так далее. То есть и это получается, что он как бы либо без работы сидит, либо остается как бы на одном месте. Ну то есть потому что он как бы работает где-то, потом пошел туда-то или в другое место. А там все не так, все не то. И он говорит, ну хрен с ним. Ну и туда же как бы мы возвращаемся, если говорим все время о негативной состоянии относительно заказчиков, что они все не такие, какие надо. Потому что они что-то еще хотят. Вот. Теперь. Частный дизайнер и владелец студии. Постоянный в поиске направления. То есть тут попробуют, там попробуют. Либо, опять же, в поиске клиентов. Посмотрят таких клиентов, других клиентов. И имеется в виду, не знаю, средний премиум, средний премиум, как говорится, экономы. И вот он все время прыгается на другое и понимает, что везде есть сложности, везде есть вещи, которые нужно решать, ему все не устраивает. Вот туда вот. Вы можете посмотреть, опять же, если у вас есть руководителя, вот можно по ним тоже посмотреть. И попав в комфортные условия, не меняя так долгое время. Тут как раз, если вдруг произошло чудо, и все идеально сложилось в его понимании, внутреннем понимании, да, он все, дальше мы никуда не идем. А мир-то развивается, все двигается вперед. И вот он может сидеть на каких-то определенных устойчивых внутренних своих осознаниях, и никуда не двигается. Он говорит, все, вот так мы работаем. Допустим, знаю владельца бизнеса по элитной сантехнике. Когда еще не было интернет-магазинов, они очень классно продавали за большие наценки. Сейчас они до сих пор продают за большие наценки, но почему-то у них нет заказчиков, покупателей, дизайнеров. Они просто не видят, что что-то поменялось в этой жизни и не готовы это принять. Екатерина, спасибо. Любовь, благодарю. Хорошая девочка, хороший мальчик. Я обычно, когда консультирую на стратегических сессиях, вот как раз об этом мы говорим достаточно часто. Потому что вот этот, можно выцеплять триггер, и очень много понимают, скажем так, клиентов, которые добились чего-то, что вот на этом можно срабатывать и очень много, ну как, просто управлять, скажем так, человеком. То есть, хорошая девочка или хороший мальчик, это вот фраза сразу, ну ты же хорошая. Все должно быть правильно, по правилам. То есть, есть определенные правила, которые внутри у этого человека заложены, все должно быть по правилам. Нельзя делать так, как мне хочется. То есть, я не знаю, пусть быть так, мне хочется сейчас мороженого, а правильно сначала съесть суп, потом второе, а потом мороженое. И вот все, нет, вот только по правилам, вот про это. Хотя ничего, условно, в взрослой жизни ничего не случится, если ты съешь мороженое, потом суп, потом второе. Нужно всегда соответствовать ожиданиям других. Вот это как раз триггер цепляет. То есть, когда тебе человек говорит, ну ты же хорошая девочка, хороший дизайнер, и вот те же нужны в соответствии с ожиданиями. То есть, а тебя ожидают, и ты пытаешься им соответствовать. И тут еще бояться выглядеть не такой, если собирается что-то делать. То есть, если ты пытаешься делать что-то, ну, имеется так, окей, я... Чего-то такое придумать. Ну, пусть будет. Пойду на байдарках, вот, и внутренне. Нет, я не пойду на байдарках, потому что я не знаю, как это делать, а вдруг я буду делать не так, как надо, не так, как правильно. Нет, не пойду на байдарках. Лучше дома посидим. Вот это про это. Старается всегда заканчивать все дела. Ну, это такая штука, ну, на мой взгляд, очень полезная. Когда ты, что, пока не закончил, надо закончить. Ну, для дизайнеров, мне кажется, тоже очень полезная. Не всегда доделывают. Старается выбирать наиболее правильный вариант. То есть, ну, опять же, возвращаем. Самый дешевый, самый лучший, самый эффективный. Не может определиться. И из-за этого никуда не продвигается. То есть, допустим, тебе нужно выбрать... Кого выбрать? Пусть будет помощником. И у тебя рост этих помощников. И этот вроде такой, и этот другой, и пятый. И ты как бы вот вроде выбираешь, выбираешь, сокращаешь какое-то меньше, делаешь меньше. А потом, хоп, у тебя там их трое. И ты все равно не можешь определиться. И вот висишь в этом состоянии. Это как раз вот тоже такая штука, которая не позволяет двигаться дальше. То есть, окей, мы разобрались о том, что нас могут цеплять за, как говорится, прилагательный, хороший. И мы как бы уже не цепляемся в том, что мы слышим. А вот то, что не можем определиться, что будет более эффективным или самым лучшим, вот это нас останавливает от движения вперед. То есть, мы не можем развиваться в бизнесе, в повышении цен, в найме сотрудников. Вообще, да, господи, во всем. Даже в выборе человека по жизни, все туда же. Юля, благодарю. Марина, благодарю. Замечательный комментарий. Что ограничивает? Пытается следовать правилам. То есть, имеется в виду именно правилам своим, внутренним. Но при этом, опять же, если заказчик, он может выстроить тебе правила, которые ты незаметно примешь и будешь следовать по им правилам. И тут, ну, следствие понятно, что если ты следуешь каким-то правилам, которые тебя не устраивают, ну, ты все равно будешь им следовать. И фактически ты не будешь делать то, что тебе нужно, а ты будешь делать то, что нужно другим. Я думаю, это понятная мысль. Или делать все, лишь бы ей были довольны. И ожидание, как говорится, оправдывать ожидания других. То есть, ты делаешь не то, что тебе надо, за то, что тебе платят деньги, а только ради того, чтобы тебе сказали, хорошая девочка, молодец. Вот эта штука. То есть, мы в этой ситуации, мы жертвуем своими интересами всегда. То есть, полностью обслуживаем интересы других людей. Вот, наверное, самая емкая фраза, которая характеризует общую картину мира этого человека, когда включается эта программа. Главная мысль. Когда нет опасности, мы не можем бросить сценарии. То есть, они у нас заложены. Они заложены у нас, как сказать, при установленной программе в телефоне. Вот что-то вроде этого. То есть, да, это детство, да, это, возможно, школа, да, это, возможно, какие-то очень важные для вас люди. И, ну, фактически, ты покупаешь телефон, и в этом телефоне у тебя эти вот программы, сценарии. Кто-то спрашивал, краем глаза видел, можно ли их там отключить или можно ли их поменять. Да, можно отключить, можно поменять. Главная мысль в том, что они работают незаметно для нас. И нам первое, что важно, понять, какие. Это первое. Второе. Для нас важно понять, что нет идеально вот прям вот один сценарий и все. Или там два сценария и все. Их может быть там куча реально предустановленных программ. Ну, представляете, в телефоне берете телефон, а там 150 тысяч программ установлено, да. И представьте, насколько медленно работает процессор, насколько медленно работает тот самый телефон. Чем меньше программ работает, тем легче и быстрее, активнее и проще. Главное, работает телефон, и точно так же работает наш мозг. Легче, проще. Смысл. Когда нет опасности, мы не можем бороться с сценариями. То есть мы будем зарабатывать ровно столько, сколько, грубо говоря, нам позволяет наш сценарий. Если мы фактически об этом не знаем, что они вообще есть. Правильно же? А вот когда припекает, когда мы вынуждены бросить сценарий и делать то, что страшно, стыдно или вообще невозможно, то есть мы начинаем мыслить по-другому, действовать по-другому. Бывает. Если мы говорим, допустим, о близких мне людях, у меня отец-конструктор. И очень хорошая должность занимал, и куда бы был вот этот перестройки и все остальное, он был вынужден перепрофилироваться, будучи взрослым уже человеком, грубо говоря, и получать новое образование. И сейчас он уже работает по другой профессии. Но это как раз вынуждено, потому что есть определенный сценарий, по которому ты работаешь. Там был сценарий из разряда, что ты должен выучиться, получить высшее образование, там ты идешь по карьерной лестнице, и других вариантов нет. И вот вопрос в том, что мы тоже для себя должны понимать, что вот когда мы работаем вопреки сценарию, то есть на зло сценарию, мы чувствуем боль, потому что этот сценарий нам говорит, эй, эй, туда не иди, там ай-яй-яй. И там может быть, нет, не будет ай-яй-яй, но сценарий нас будет все время выдергивать. И когда мы движемся вот как раз в сопротивлении сценарию, мы это чувствуем, дискомфорт, потому что нам мозг моргает лампочкой, а то, что, эй, эй, что-то не так, что-то не так, ты не туда, ты не туда свернул, стой, 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 давай обратно. Но это все у нас только в голове. Я думаю, это понятно. Вот я вам вот такую картинку подобрал сегодня. Причина не в вас, не во мне, не в вас. Не в силу воли, не в дисциплине, не в везении или мотивации. Вот опять же, я тоже проходил вот эту историю, когда нужно там мотивацию, у тебя должна быть сильная воля, там вставать в 5 утра, потому что все встают в 5 утра, а тебе не хочется встать в 5 утра. То есть вот про это все. Причина в том, что нами управляет система, которая везет нас не туда. То есть вот смотрите на этого кота. Вот вложенная система, это вот робот-пылесос. Вот он именно робот. И система робот, она работает на автомате, в нас. Она вложена когда-то. И вот есть код. Это мы. Это наши желания, мечты, желания нашей будущей идеальной жизни. Вот мы вроде как бы, вот как код, сидим, мечтаем, я не знаю, ну пусть будет, код хочет к птичкам поближе, а вот робот как сценарий едет в свои системы, куда ему надо. Вот он едет, а ты сидишь на этом и смотришь, ну да, окей, я еду не туда, куда надо. Ну что делать? Ну и едешь. Это как раз вложенная внутренняя система наша, вот как заложенная с детства. И мы их не замечаем. И вроде как бы мы хотим условно птичкам, а сценарий нас везут, я не знаю, в угол пропылесосить за диваном. То есть вот эта история нас как бы и разрывает. То есть пока мы не понимаем всю эту историю. И у нас в голове просто разрыв происходит, потому что мы вроде выходим в одну, а идем в другую сторону. Это понятно. Вот этот смысл, главное, то, что я хотел сегодня до вас донести. Что мы ходим в одну, а сценарий нас ведут в другую. Есть, да, круто, классно, качественно прокаченные родители, которые дают крутой базис своим детям, и у них сценарии работают как бы в ту сторону, которую надо. То есть нет сценариев только плохих, если сценарии хорошие, и мы можем их менять. То есть вопрос именно в этом, что могут быть хорошие сценарии заложены. Вот в чем фокус. То есть как с телефоном. Берем предустановленную программу, удаляем, ставим на эту нужную нам программу, которой мы будем пользоваться. И прямо на автомате по этой программе она у нас будет там качественно нас двигать в ту сторону, куда нам надо. И вторая мысль, что причина, опять же, еще раз не вас, нам нужно всего лишь найти пульт управления и научиться этим программами пользоваться. То есть мы должны понимать, что у нас есть вот эти предустановленные программы, и просто-напросто научиться им пользоваться. Включать и выключать в тот момент, когда нам нужно, понимать, что у нас сейчас работает. И тогда получается, что мы получим желаемые результаты на автомате. Опять же, вспоминаем кота на пылесосе. Если запрограммирован пылесос идти конкретно к птичкам, четко, прямо, явно мы приедем к этим птичкам быстрее, когда нам понятна программа этого заложенного пылесоса. Логично? Супер. Анна, Любовь, спасибо. Спасибо. Это главная мысль, которую я сегодня хотел донести. Мы думаем, что пока мы живем, на самом деле ничего не происходит. А это второй момент, который я тоже хотел с вами поделиться. Это часто, особенно по молодости. Кажется, что жизнь бесконечна, что мы сможем когда-то что-то реализовать, и когда-то что-то произойдет, какое-то чудо. И в тот момент, когда мы фиксируемся на чем-то другом, не двигаемся к своей цели, к своим мечтам, а просто, как говорится, как в болоте находимся и ничего не действуем, то нам кажется, что ничего не происходит. Самая главная мысль, вторая, которую я хотел бы нести, что реально происходит, только незаметно. Безвозвратно уходит и время, которое мы могли потратить на что-то, возможности, которые нам предоставляются, и ресурсы. Время тоже ресурсы, деньги ресурсы, окружение ресурсов. То же самое, обучение, тот же самый ресурс, который уходит и не возвращается. И я думаю, понимаете, очень много людей говорят потом, говорят, вот если бы я сделал это раньше, было бы круто, а что вы могли бы посоветовать, начинать как можно раньше. Это вот все туда, потому что это осознание приходит с возрастом. И это осознание реально больно, оно такое болючее, потому что почему-то нам кажется, что мы живем понарошку, что ли. Вот когда-то начнут настоящую жизнь, вот когда-то начнут действительно действовать, вот когда-то я буду любить себя, вот когда-то я буду счастливый. А сейчас что? Почему сейчас не быть счастливым? Почему сейчас не жить? Вот это вот когда-то, оно реально убивает, наверное, так. А когда ты работаешь, обещаешься, объясняешь, что вот это было бы неплохо сделать здесь и сейчас, вот это можно было бы протестировать, посмотреть результат. И вот все вот это когда-то, вот когда-то, а потом это когда-то, оно прошло. Оно где-то там уже, сзади, сзади тебя. И начинается вот другая история. Что тебе хочется говорить, что не когда-то будет, а уже прошло то время, когда я бы мог или могла начать то или иное. И вот где-то вот то чудо, тот момент, секунды или сколько, когда вот ты когда-то будет или то, когда уже время прошло. Вот я хотел сказать, что здесь сейчас вот то время, когда вот надо, вот серьезно надо. Сейчас, да, сложный период, но это период, который действительно может помочь стартануть, потому что сейчас вот не ощущение болота. Сейчас куда-то все будут двигаться. И тут возникает всегда вопрос, что будет, если вы будете продолжать действовать по-старому. То есть вот как вы действовали, там, год, два, три, производил определенные действия. И ты смотришь, что твои программы, они куда-то тебя не туда, как говорится, в угол за диван пропылесосить, вместо того, чтобы двигаться к твоему будущему. Мы понимаем, в любом случае, я думаю, это как бы не секрет, что мы эмоционально выматываемся и выгораем всегда. То есть со временем мы, не получая результатов, которые мы хотим, делаем одно и то же, получаем то же самое. И вот этот разрыв того, что мы стоим на том же месте, и то будущее, которое так и не приближается к тебе, ты понимаешь, что тебе становится именно эмоционально, ты выгораешь. Это часто, и много таких людей я видел. Также, само собой, продолжаем терять деньги на неэффективных действиях. Как говорится, как слепые. Тыкаемся в одно, второе, понимаем, что это неэффективно, расстраиваемся, потом переживаем год, два и далее, и понимаем, что жизнь, как говорится, не та, которую мы хотели. Само собой, любая эмоция негативная, сажаясь в здоровье. Мы, в любом случае, не молодеем, здоровье в любом случае падает. Мы не сможем финансово помочь своим близким и родным. То есть для меня внутренне это вообще важная вещь. Ну, как для мужчины, может быть, в принципе, как для сына, важно. Но я думаю, что не только мужчинам приятно помогать своим родным, которые действительно столько вложили в нас. И самое больное, это мечты так и останутся нереализованными. Они же у нас есть, цели, мечты. А мы же хотим достигать тех целей, которые мы все ставим. Мы же хотим быть счастливыми. Мы хотим гордиться то, что у нас получилось, чтобы нами гордились дети. Это же круто. Как вы считаете? И вот тут как раз вопрос. Продолжая так жить, мы можем оказаться в тупике. Просто откуда нельзя будет выбраться. Время, конечно. Попытки, конечно. Возможность что-то сделать, конечно. Самое интересное, мы очень успешны в результатах. Но они отрицательны для нас. Потому что программы, они как бы, ну и работают, и работают. Они заложены в другие, как говорится, цели. То есть человек выполняет заложенный сценарий, о которых мы говорили ранее, не замечая этого. И без усилий получает результаты. То есть по сценарию он получает тот самый результат. Как я говорил, за угол, пыльный за диван, пылесос уехал. Выполнил. То есть есть программа пылесоса. Все он сделан. Ехал туда, там грязно. Он туда приехал. Мы туда не хотели. Но программа-то сработала. То есть результат, значит, есть. Тот, который, как говорят, был заложен. И тут вопрос всегда встает. Весь вопрос, какие результаты мы получаем. Осознанные или запланированные. Или неожиданные и расстраивающие. То есть только мы можем решать, какие результаты, какую программу мы поставим, когда мы понимаем, что они есть. Ну и все просто. Поменять сценарий, вы получите то, что хотели. То есть сценарий мы заменили одну программу на другую. Движемся в наше направление. И мы получаем с легкостью уже в то направление, которое нам нужно. А не какому-то там сценарию заложенного предустановка. И тут есть несколько пунктов, так скажем, которые для себя, ну каждому нужно просто определить. Первое. Это взять на себя ответ на свою жизнь. То есть не кто-то там, не правительство, не родственники, не сестра, брат, там, не знаю, начальник, подчиненный портит или улучшает твою жизнь. Ты сам принимаешь решение. И вот взять всю ответственность за то, что ты делаешь. Я хочу это. Или я сделал это и получил результат такой-то. Вот это очень важно. Первое осознание, которое нужно, чтобы пришло. Второе, это признать и обличить сценарии, что они у тебя есть. Как вы знаете, вот с курящими людьми или алкоголиками. Первое, что нужно признать, что там либо курильщик, либо алкоголик. Вот это то же самое. Признать, что они есть. Это сценарий. То есть если вы чувствуете, что они есть, то понять, что надо с ними работать. И это уже половина успеха, потому что вы уже видите и чувствуете маркеры. То есть тебе заказчик пришел и говорит, ты же хороший дизайнер. Тогда сделай вот это, вот это, тогда я буду считать тебя хорошим. А ты понимаешь, что обаньки тебя цепляют за якорь прилагательная. Ага, на этот сценарий пытаются отправлять. Ты для себя задаешь вопрос. Хм, а я хочу это делать по этому сценарию. Либо у меня лично есть другие цели и другие задачи. И уже разговариваешь из позиции, что для тебя благо. И объясняешь, как ты поступишь в этой ситуации. И уже сценарий на тобой не власть. Третий момент. Если мы умеем управлять сценариями, мы просто живем без каких-либо достигаторств, надрыва и преодоления. А хорошие результаты, естественно, получаются, потому что у тебя сценарий уже понятен, и ты понимаешь, как им управлять. Я думаю, это тоже момент достаточно простой и понятный. И самая хитрость. Вроде бы это очень маленькое изменение сейчас, которое обернется большими результатами, именно наступающими автоматическими по сценарию. То есть, да, сценарий есть. А у меня вот такие. Вот часть вот этого, часть этого, часть этого. Ага, я сработал на этот вариант, на этот вариант, на этот вариант. Надо обратить внимание. Зачем мне это? Почему я так срабатываю? Что происходило в детстве, что заложило мне вот этот сценарий? А теперь отвечаю на вопрос, чем я могу быть вам полезен. Я беру уже некое количество лет всех достаточно дизайнеров, которые хотят развиваться. Те, кто устал топтаться на месте. Вот как раз вот либо их там сценарий, либо другие какие-то сомнения в себе, возможно, что-то другое не дают развиваться, именно расти. А у них внутреннее желание есть. Внутри, как говорится. Подкипает, дальше двигаться. И с этим помогаю выйти на новый уровень дохода, помогаю продолжить свой собственный путь. То есть именно найти не как все, а как вот у тебя, как тебе близко. То есть мы в любом случае работаем именно в наставничестве. То есть это не огромная толпа людей, которые я даю одно и то же. И пытаюсь их заставить делать одинаково. Нет, мы разговариваем, обсуждаем на стратегической сессии, что важно, каких функциональных вещей не хватает, что еще нужно получить у человека для этого внутреннего уверенности в себе, что ты качественный дизайнер. И тут как раз и получается, что тот самый путь именно к сердцу заказчика выстраивается через повышение квалификации и навыков. Не квалификация навыков именно в дизайне, а в общении, коммуникации, психологии, внутреннем отношении к самому себе. Там много блоков, сейчас детально рассказывать не буду. Также помогаю обрести уверенность. Это очень важно для нас, как для специалистов, именно дизайнеров, творческих людей, потому что только мы сами можем определить, насколько именно качественный результат мы выдаем. Потому что в прямом случае мы делаем 50% творчества, а 50% это функционал. Я думаю, может быть, у всех по-разному, кто-то по-разному, у кого-то творчество, у 90% 10% функционала. Я плюс-минус, чтобы всем, никому не было обидно. Я работаю так уже достаточно давно. Говорят, что у меня были наставники. И есть наставники. Сейчас уже двое на данный момент параллельно. И я искренне считаю, что вот такая схема подхода, подход, который дает именно сверхрезультат, если вы действительно хотите двигаться, когда у тебя есть окружение, когда у тебя есть поддержка, когда у тебя есть наставник. Просто сам проверил и знаю, что это действительно может. И да, я обладаю теми знаниями, которые действительно, как наставник, могу передавать для того, чтобы вы давали тот самый сверхрезультат. Поддержка, я думаю, тоже понятная история. Если у вас нет поддержки, положительной поддержки в движении к своему результату, то всегда ощущение того, что движешься в правильном направлении, все время падает. И тут как раз постоянная поддержка необходима. Ее может давать наставник и окружение. И само окружение, то есть проактивное окружение, которое что-то делает, когда ты видишь, что кто-то куда-то движется, ты тоже хочешь двигаться в том направлении. Пару слов о моем подходе в наставничестве. В любом случае, наставничество. Это индивидуальная работа, поддержка в сложных ситуациях, не только имеется в виду в работе, по конкретным, которые мы сейчас там проходим, но и в принципе в дизайне, какие там сложности быть, настройки с прорабом, с заказчиком. Я всегда могу подсказать, помочь, как решить ту или иную ситуацию и выйти, допустим, достойно из той или иной ситуации. Также мы определяем наставничество цели, идем к ним простыми понятными шагами. То есть я раскладываю для вас сложную непонятную штуку, типа цель, на простые шаги, которые не страшно выполнять. И это как раз то ощущение, что вроде как не так и сложно. Это я могу сделать. И ты действуешь. А потом, оглядываясь назад, смотришь, какой ты будешь проделывать, и ты говоришь, оказывается, как я многое сделал за эти полгода. Пример. Также я не ограничиваю скорость принятия решений. То есть разным людям нужно принять определенное решение и осознать это решение разное количество времени. Так что с каждым идем в своей скорости. И что для меня важно, и я не так часто это вижу ни в обучении, ни в наставничестве, это безоценочное отношение к вашим действиям. То есть это не школа, где выставляют оценки. Здесь есть результат, с которым мы идем вместе. Я рядом с вами. Если хотите, я за руку с вами. И мы вместе решаем, куда идти, как действовать, что получилось. И вот тут нету плохое, хорошее, правильно, неправильно. То есть нет оценочности. Есть движение. Если мы видим, что мы двигаемся в ту сторону, куда она требуется двигаться, значит все окей. Это, на мой взгляд, очень важно. Потому что когда есть оценочная эта история, мы опять откатываемся в советское прошлое, где срабатывают те старые сценарии, и очень дискомфортно, и в конечном итоге ты чувствуешь, как тебе тяжело в наставничестве. Я говорю, у меня разные были попытки с разными наставниками работать. Я могу сказать, что мне комфортно, что мне некомфортно. Я проверял разные взаимодействия. И могу сказать, что эта штука очень крутая. Именно для ребят, с которыми я работаю. Здесь, ну, в целом у меня 10 ступеней наставничества. Здесь прописано всего 8, потому что они собраны по размерам. Чуть дальше я объясню, почему. То есть первое, что я считаю очень важным, и без этого вообще никуда, это личная эффективность. То есть с этого, в принципе, все начинается. Дальше у нас продажи и маркетинг. Это две ступени. Стратегии и тактика развития бизнеса. Если мы куда-то движемся, куда мы хотим движется, почему, какая у нас цель и так далее. Менеджмент и управление персоналом. Если у нас уже есть персонал, если у нас наемные сотрудники, мы не понимаем, что у нас как-то не работает. Нет денег, скажем так, в бизнесе. Начинаем разбираться, почему. Управление проектами. Я думаю, понятно, у нас у всех есть проекты. Управление конфликтами. Это как раз именно экологичное общение. Мы в любом случае должны понимать, что конфликты всегда есть и будут. Это норма. И как с ними взаимодействовать для того, чтобы не сжигать свои ресурсы, и чтобы не было дискомфортно вашим заказчикам или ребятам в вашем коллективе. И все понимали, почему так происходит. Дальше. Финансы и бухгалтерия. Это когда уже мы пытаемся посчитать, куда делись деньги, или почему мы зарабатываем столько, или другие цифры. И тут как раз про то, как выстраивать систему просчета, сколько чего стоит, как находить деньги для каких-то масштабных проектов. Это все там. Ну и безопасность. Это в плане наших клиентов, чтобы не уводили базу. Это безопасность в плане нашего документа оборота. Это безопасность в плане юридической относительно наших договоров с клиентами. Здесь я сейчас не буду каждый там проговаривать. Тут все вложено внутрь. Это личная эффективность, это у нас продажи, это у нас стратегии тактик развития, управления персоналом, менеджмент, финансы и бухгалтерия, безопасность, маркетинг, управление проектами, управление конфликтами. Это вот как бы внутри. Кому будет интересно, объясню, где можно более подробно это почитать. Результаты работы. Про результаты работы нужно понимать, что у каждого они свои будут, потому что у каждого свои цели. Но в целом, в большинстве случаев, когда мы работаем и в долгу, человек понимает, как правильно ставить цели и без усилий достигать их. Именно без усилий важно. То есть ты их достигаешь, но не рвешься там напополам. Поймете, как значительно увеличить стоимость ваших услуг, потому что, опять же, стоимость услуг завязана очень много с нашим осознанием себя. То есть все это заложено в голове. Мы с этим поработаем. И главное, когда ты увидишь стоимость услуг без сопротивления со стороны клиентов. Тоже часто говорят, что я не могу, потому что клиенты будут ругаться. Разберетесь, кто ваш клиент. То есть мы разберемся, кто конкретно ваш клиент, с кем вам комфортно работать, кому вы готовы предлагать свои услуги. И тут вопрос именно в том, чтобы не просто вам он нравился, но еще сам клиент остался вами доволен и в результате приводил новых клиентов. Также получите на всю жизнь навык продавать. Именно свои услуги и продавать дорого. Научитесь без стресса отставить свои границы и общаться с клиентами на равных. Это как раз вот про наши все эти сценарии мы поговорили. И вот тут как раз не только сценарии, много чего еще есть. Но смысл в том, что вы сможете именно общаться на равных. И у вас другое будет ощущение совершенно от работы с клиентами. Научитесь делегировать. Это такая достаточно серьезная боль, что перейти от фриланса и далее без делегирования вообще никуда, просто нереально деться. И тут вопрос именно, делегировать вы будете не через постоянное держание за руку или название каждые 15 минут, все ли нормально, все ли сделано, а через доверие. Сфермируйте свою команду мечты. Это кому действительно сложности собирается команда, что-то не получается, опять же, все разваливается и так далее. То есть вот про команду мечты тоже можно поговорить. Поймете, как выбирать, выстраивать взаимоотношения с партнерами. Тоже, кому страшно, можно зайти в партнерство и делить этот страх на двоих. Реально помогает. Страшный секрет такой. У меня тоже была там своя семейная дизайн-института, когда мы работали вдвоем. Прикольно, интересно. Действительно, там много интересных было ситуаций. Это, опять же, в личном общении могу рассказать. Станете дизайнером, который достойно зарабатывает и счастлив в реализации своих мечт. Тут вопрос именно, что многие либо достойно зарабатывают, либо счастливы. И вот мы как бы разберемся, почему вот так получается. Поймете, как распределять ваши ресурсы на всю жизнь. Не только у нас есть работа, мы же понимаем, у нас еще личная жизнь здесь, как минимум. У нас есть какие-то хобби. Ну, колесо баланса, я думаю, вы знаете. То есть мы поговорим немножко об этом. И как одно влиять на другое, тоже мы в этом разберемся. И самое главное, когда клиенты будут гордиться работой с вами и рекомендовать вас. Мне кажется, для любого дизайнера это одна из важнейших опор и в себе, когда ты чувствуешь, что тебя рекомендуют. Ты понимаешь, что тебя любят, рекомендуют, значит, ты делаешь что-то важное для этого мира. Это очень круто, на мой взгляд. Двух слова, с кем готов работать и добиваться результатов. Понятно, что я не беру не всех. Понятно, что я не порвусь, я не могу там взять 10, 15, 30 человек, потому что это личное наставничество, это личное взаимодействие со мной. У меня нет каких-то там кураторов, которые вам отвечают «да, нет» и все. То есть это реально работа со мной, и я являюсь, пока вам может повезти, вы будете работать конкретно со мной, со всем моим опытом, 15-летним, и в бизнесе, и у меня была и мебельная мастерская, я работал как в студии, и у меня была именно семейная дизайн-студия, и я работал как частный дизайнер, я был фрилансером, сейчас являюсь и наставником. То есть много информации, которую я могу поделиться с вами. И сейчас у вас реально будет прямой доступ к телу. Что будет там через полгода в год, сейчас не гарантирую. Возможно, если будет запросов больше, чем я могу обрабатывать, ну извините, значит не успели. с кем готов работать. Вот тут вопрос важный. Да, беру не всех. Беру только после стратегической сессии, разбираемся, что получается, что не получается, какие у вас желания и так далее. То есть если у вас желание из разряда, как там говорится, про елку влезть и попу не ободрать, может кто-то сейчас мне напишет, как правильно звучит поговорка. То есть понятно, что если человек хочет изменить, если внутри чувствует, не просто там пообщаться, потусить, а именно реально я хочу изменений. Я ломаюсь, бьюсь, но у меня не получается. Я смогу дать вам эти ответы. Это самое важное. Опять же, для тех людей, которые затянулись там вот в рутине и не понимают, как оттуда вылезти. Тех, кто хочет выйти на новый уровень клиентов, у которых прямо говорят, вот я все делаю, я не могу и не понимаю, что с этим делать. Потому что, ну бывает так, ты зашел там в однушечки и живешь в этих однушечках и делаешь только их. Страшно тебе дальше выходить. К примеру. Опять же, очень классно работать с людьми, которые только получили профессию и вот, как говорится, только сейчас начали работать и поняли, что, блин, кроме умения делать дизайн, они вообще не понимают, как дальше взаимодействовать. Вот здесь можем классно стартануть прям вообще с нуля и выйти. Вот тут быстрые результаты могут получиться конкретно у тех, которые вот прямо хотят. Да, там будет больно, имеется в виду, когда ты первый раз общаешься с прорабом, заказчиком, как ты выстраиваешь взаимосвязи. Там много и ошибок, и тоже мы это пройдем. Нормально за руку проведу через весь этерник к звездам, как говорится. Это очень круто приносит. Но очень важно, чтобы у вас было желание. То есть я не буду тянуть, но я возьму вас за руку и проведу. Все сложности пройдем вместе. Кому не подойдет? Ну, те, кто и так все знают. Те, которые считают, что им все должны. Те, кто готовы взять, не готовы взять на себя ответственность. Помните, я говорил чуть ранее? Взять на себя ответственность, чтобы вы приняли решение. Да, я хочу, да, я хочу действовать, я хочу наставничать, я хочу работать с тобой, хочу добиваться тех целей. Мы с вами цели обсудим на личных консультациях. И, ну, любимая фраза, мне кажется, она уже везде есть. Кому нужна волшебная таблетка? Нет, это не таблетка. Это четко выстроенная структура, как двигаться, что делать, конкретно под ваши задачи. Большинство не будет. Но зато будет потом гордость внутренняя, что, блин, я прошла этот путь, блин, охренительный был путь, я могу этим поделиться, я счастлив. Ну, и простое, тех, кого все устраивает, ну, а зачем? Просто можно прийти, не знаю, поздороваться со мной на личном мероприятии каком-нибудь, и все. Если вас устраивает, зачем куда-то двигаться? Если такие, я не спорю. Чего точно не будет? Я не буду заставлять, как я и говорил ранее. Мы с вами в партнерстве, я веду вас за руку, но заставлять, пинать не буду. То есть у меня нет задачи вас пинать вообще. За вас принимать решение так же не буду, потому что если я буду за вас принимать решение, я буду для вас костылем, который в дальнейшем вы не сможете, грубо говоря, убрать, вы попадете. Я научу вас принимать решение правильно. Я научу, как к ним относиться, как правильно выстраивать само решение, как чувствовать себя в безопасности, когда вы принимаете решение. Ну, и само собой, работать за вас не буду, делать проект. Я думаю, тоже это понимаете. Смотрите, это то, что я предлагаю, достаточно понятно, и предлагал ранее. Это стратегическая сессия, без нее никуда. То есть мы сначала с вами встречаемся, разговариваем, понимаем, что вы в точке А, куда вы хотите, какая у вас цель, что вам не хватает. Обсудим путь достижения этой цели. И уже оттуда двигаемся. Да-да, нет-нет, хорошо-плохо и так далее. Может быть, вы настолько проникнетесь теми задачами, которые я вам накидаю на полгода, допустим, вперед. Вы скажете, а я и так все знаю, и все так сделаю. Я скажу спасибо, я очень рад, что я был тебе полезен. Для меня это тоже будет счастье и радость, если ты сможешь двигаться дальше без меня. Супер. Дальше. Есть наставничество на 6 месяцев, есть на 12. В длинном наставничестве, относительно, реально видно и понятно, какой будет результат. Потому что, когда очень коротко, ты не успеваешь раскрутить обороты, чтобы человек прокачать его, чтобы он начал двигаться, как вот этот тепловоз. Ты его сначала сталкиваешь, а потом он идет своим, как говорится, весом, пробивая себе дорогу. В связи с этим, давайте задумаемся, сколько стоят ваши слезы ночи без сна, сколько стоит время, которое вы не проводили с родителями, с родными, с детьми. То время, которое вы тратите, хрен знает на что. Можно это изменить. Сколько стоит ваше время жизни, которое мы говорили ранее, когда это наступит, когда-нибудь. Сколько времени уходит на слепые попытки. Я так начинал дизайн. Было до хрена слепых попыток. Я до дури денег вкачал туда, в эти попытки, в эти проблемы. Я, честно говоря, вот именно по молодости, когда все это начинал, я из своего кошелька больше полутора миллионов отдал. Просто отдал за свои ошибки. Потому что мне было важно сохранить отношение, уважение с клиентами. Это были очень страшные истории. Я говорю, я ездил, блин, у нас тут, блин, область, на завод, где перед слэба керамогранита, у нас там разборки были. Я говорил родителям, если я не вернусь или не позвоню через полчаса, вызывайте милицию вот туда. Я это тоже проходил. Понимаете? Я честно не желаю вам никому это испытать и проходить. Блин, реально проще взять нормально, спокойно, идти путем, когда тебя ведут за руку, без каких-то там тревожных вещей. Просто. Но, опять же, это мой путь, я его прошел, я могу делиться этим. Если вы хотите пройти такой же путь, не вопрос, это ваш выбор. Ну и вопрос, сколько стоит проводник к вашему успеху? Наставник, который знает, как изнутри построен этот бизнес. Много ли таких? Который знает, где лежат деньги в этом бизнесе. Много ли таких? Понимает вас с полуслова. Детально знает вашу профессию, которая за руку лично вас проведет к тем целям, которые вы сами определите как важны. Нету какого-то курса конкретного, что вы там просмотрели 28 видео и вдруг неожиданно стали крутым дизайнером или стали крутым бизнесменом в дизайне интерьера. Все это хрень, потому что ты конкретный человек, ты индивидуален, ты личность, у тебя свои конкретные установки, у тебя свои программы задач, у тебя свои цели и мечты на эту жизнь. Кому-то нужна яхта огромная, а кому-то нужна добрая, уютная, прекрасная семья с тремя детьми. И она хочет спокойно работать у себя в небольшом офисе рядышком с своей квартирой и получать то счастье, которое от реализации этих дизайнер-проектов. У всех разное. И конкретные, стандартные схемы, эти видео, когда мы пройдем это, мы сделаем это, и типа как бы что-то поменялось. Да ни хрена не поменяется. Ты просто просмотрел, почитал, в итоге, ну да, я знаю больше информации. А применил? Да ни хрена не применил. Это меня сильно расстраивает. И это печаль. Да, можно сколько угодно курсов проходить. Но, блин, наставничество, блин, оно помогает решить конкретные твои задачи. И конкретно тебя ведет куда-то. Я надеюсь, вы услышали меня. Потому что если бы мне, господи, 15 лет назад наставника, я бы уже перед вами не сидел. Вот честно. И уже была бы огромная команда, которая бы без меня все это решала. А сейчас мне хочется поделиться. Вот реально сердцем хочется поделиться. Я объясню, почему. Цены. Я никто не спросил. Извините, наверное, быстро. Цены. Моя стратегическая сессия для всех стоит 30 тысяч. Это полтора часа. Наставничество на 6 месяцев 210. Наставничество на год 300. То есть это для всех стратегическая сессия. Но вы понимаете, что мы сегодня на вебинаре. сегодня от союза дизайнеров и архитекторов специальное предложение тоже есть. Я даже, как говорится, не скрываю это. Говорю, как есть. Давайте посчитаем, сколько это математически получается. Если мы говорим о стратегической сессии, это полтора часа 30 тысяч рублей. Как бы, оно как бы, ну, факт. Потому что, я даю там максимум работы, максимум результата. очень часто меня просят именно стратегические сессии. Это те, кто работают с дизайнерами и те, кто продают что-то дизайнерам. Потому что много лайфхаков, секретов и так далее. И дизайнеры точно так же пользуются стратегическими сессиями для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Даже, возможно, без наставничества дальше. Опять же, я никого не заставляю. Вот серьезно, никого не заставляю. Хочешь развиваться? Без вопросов. Я готов дарить свою энергию, знания, опыт, прям вообще отдавать. А теперь я хочу объяснить, почему такая цена. Вот серьезно. Вот серьезно здесь и сейчас. Почему такая цена? Вот первая, всего две причины. Первая, это кризис. Мир больше не будет таким, как прежде. Чем раньше произойдет осознание этого, тем проще принять новые условия игры. То есть, сколько мы лет сидели в таком, типа, в мирном болоте. Никто ничего двигаться не хотел. Сейчас произошел кризис. И понятно, что стресс, тревога, напряжение у людей, особенно творчески, оно выросло. И сейчас я готов поделиться своим знанием, опытом, дать вот ту опору, безопасность, я уж не знаю, как по-другому сказать, которая рядом, можно будет двигаться дальше, которые будут держать за руку. Как вот маленькие детей держат за руку, для того, чтобы они не попали в какую-то там под машину условно. и таким образом пройти дальше. Сейчас, блин, есть возможность двигаться, развиваться быстро. Сейчас всех обнулили. Вот реально сейчас всех обнулили. То есть, был Инстаграм прокачан, до дури людей приходил через Инстаграм. Сейчас все, даже блогеры огромные, начнут двигаться с нуля. И вы можете стать рядом с ними и уже не делать ошибок, не пытаться 500 тысяч раз опытным путем что-то находить и двинуться быстрее. Сейчас есть возможность. Я надеюсь, вы это понимаете. И причина номер два. Мне больно видеть, как выгорают действительно талантливые, одаренные, просто хорошие мастера своего дела. Это вот реально моя боль. То есть, вот ко мне приходит, я смотрю, все, глаза потухшие. Я понимаю, что все. Человек говорит, я ухожу из профессии, я больше так не могу. Или меня ругает муж за то, что я делаю. Он говорит, что если так дальше пойдет, то все, мы разводимся. Так почему? Да потому что, блин, внутри, в голове надо, ходишь ты справить, тумблеры, блин, подправить. Ты по-другому будешь относиться к себе, к жизни, блин. И по-другому жить начнешь. И это прям такая боль, когда тебе приходит одна, вторая, третья, и говорит, вот это. Это просто жесть. Ну возьмитесь, разберитесь. Ну не со мной, так сходите в другое место, где пообщайтесь. Потому что, ну это реально боль. Это реально жесткая боль, потому что, грубо говоря, офигительные, творчески одаренные дизайнеры, что девочки, что мальчики, блин, надо собраться, срезать. Это вот как раз те самые две причины, почему я сегодня могу еще взять уже не трех, а двоих человек к себе в наставничество. Ну то, что я больше сейчас уже не приняду, потому что у меня уже есть ребята в наставничестве, которые действительно работают, противопокинутые. Двоих могу взять. Ну вот опять же, кто на стратегических сессий, мы там пообщаемся, посмотрим, кто готов. Как вы считаете, эти инвестиции стоят того, чтобы прийти к своей заветной цели? Не что-то, что раз и провалилось, а именно придешь ты туда. Просто совершай конкретные, понятные и простые действия. Не просто, ну давай попробуем сделать вот это. А как делать, куда делать, почему делать? Все объясню. Все объясняю досконально, до простых, тупейших действий, которые, ну реально простые. Как я не знаю, там действий из разряда возьми ручку, возьми бумажку, ручку приложи к бумажке, напиши вот это слово. Все понятно? Понятно. Просто? Просто. Можешь? Можешь. Все. На уровень таких действий, когда ты выходишь, когда ты ставишь себе цели, которые зависят конкретно от тебя, ну это опять же психология, ты можешь их выполнять, потому что ты результаты этих действий контролируешь. Но это уже другое занятие. Ну и само собой, специальное предложение для участия в вебинаре нашем. Сегодня стратегическая сессия 9500. Для тех, кто готов, кому интересно, двигаться дальше. Стратегическая сессия ни к чему не обязывает. То есть мы его прошли, да-да, нет-нет. Я сказал, допустим, ваши цели никак не коррелируются с моими. Я не знаю, там, если придет, скажет, я хочу развестись. Помоги мне. Не моя тема. Да, понимаете, в чем я. Я специально такой очень острый, некорректный пример переживаю, извините, для того, чтобы было понятно. Если говорить, научи меня дизайну. Дизайну я не обучаю. Я могу, я человек, который уже понимает, уже опытен в дизайне, вот все остальное собрать, чтобы деньги зарабатывать. Собрать в голове так кирпичики, чтобы человек понимал, как работать, что нужно делать, и что нужно делать, чтобы быть счастливым в этой профессии. как взаимодействовать, как правильно донести свою цель, как общаться правильно с заказчиками и так далее. Я думаю, понятно. И еще раз, тот, кто сегодня готов, стратегическая консультация, цифры, указы. Специально для сегодня, пообщавшись с дизайнерами, предварительно, меня попросили, меня попросили разделить то, что внутри, на части. Потому что мы обсудили, понимаешь, при такой ситуации, которая здесь и сейчас, непонятно. То есть мы не можем, нам страшно прогнозировать на более чем на три месяца вперед. Я для вас только в этом вебинаре до этого никогда я не раскрывал вот эту, как сказать, по запчастям. Вы можете в дальнейшем получить PDF-формат, где будет рассказано все об этих ступенях, что в них вложено, да и себя определить те цели или ценности, которая вам важна, и взять отдельно, попробовать, поработать со мной отдельно конкретному блоку. Либо взять личную эффективность, поработать, понять, как у тебя перестроились мозги, как ты перед другом смотришь на мир, как ты смотришь на своих заказчиков, как ты смотришь на свою семью. Когда ты начинаешь удивляться, что где конфликты? В смысле? А почему так? А почему я спокойно? А что они истериат, а я спокойно? Вот это про эту историю. Про личную эффективность. Или про продажи и маркетинг. Когда ты привык продавать по 700 рублей дизайн-проект, и ты не понимаешь, как по-другому продавать или боишься назвать другую цену. Это про продажи и маркетинг там достаточно много всего. Или, допустим, взять стратегии и тактики развития бизнеса. Честно говоря, надо, чтобы в стратегии и тактику пойти, конечно, было бы неплохо предыдущие тоже взять блоки. То есть сейчас у вас есть уникальная возможность взять, попробовать один из блоков. Они реально стоят копейки, если мы берем относительно того результата. Я банально скажу. Если вы просто пройдете блок и ну пусть будет продажи и маркетинг, и просто удвоите стоимость за вашу работу, пусть будет было там, не знаю, 2000 рублей, стало 4000 рублей. Как вы считаете, когда будет увеличить и спокойно, не страшно, будете говорить без сомнения об этих цифрах, вы будете заработать вдвое больше с каждого проекта. Можете посчитать на 100 квадратных метров, а можете посчитать на 500 квадратных метров. Вы просто поймете, какая маленькая инвестиция относительно того результата, который вы получите. Но это всего лишь один блок, всего один маленький блок из всех восьми, которые вот таком образом собраны. Только сейчас у вас есть возможность посмотреть, выбрать и определиться, что вам будет не хватать или не хватает. При этом, при оплате, если мы сейчас говорим, сегодня у нас... О, зашибись. Если до 10-го, ошибка, неправильный цифр поставили, до 10-го, но и 4-го, мы с вами заходим на стратегическую сессию или на общий или отдельный блок наставничество, вы плюс к этому еще получите антикризисную бизнес-конференцию со всеми шестью спикерами с очень интересными темами. Перечисывая сейчас не буду, вы, я думаю, так их видите. Там очень реально классный контент, очень крутые спикеры. Это, как говорится, в подарок, это закрытое видео, к которому нет доступа. Что нужно сделать? Поставьте плюсики, если вы еще здесь. Мне очень важно, чтобы понималось, что я не разговариваю сам собой. Первое. Марина, спасибо. Мне на WhatsApp написать, хочу на стратегическую сессию или хочу в наставничество. То, что вы это напишите, это ни к чему вас не обязывает. На WhatsApp пишу либо то, либо другое. Второй момент. Написать имя, город и род занятий. Потому что я должен понимать, кто вы. Может быть, вы мебельщик. Я не знаю. И также ссылку на соцсеть. Если есть сейчас какая-то, не знаю, ВКонтакте. В ответ получите ссылку на доступ к программе наставничества с подробно описанием всех модулей. То есть там не только будет, а что там внутри лежит. И вы можете для себя понять, вот это я хочу, это я не хочу, вот это мне интересно. То есть, да, в наставничестве там много чего. Но все равно мы будем работать с вами по тем запросам, которые у вас есть. Какая у вас цель? От этого. Еще раз. Всего два простых действий. Запишите мне сейчас номер телефона. Это мой личный номер телефона, на который я буду отвечать. Сразу скажу, я прям не в ту же секунду буду отвечать, потому что, опять же, есть загруженность. Я сейчас не только я лезь наставник, но и веду дизайн проекта. Когда будет минутка, я всем отвечу. Нужно либо то, либо другое. Пишу, хочу на наставничество, либо на стратегическую сессию. Хорошо? И кто вы, чтобы я мог к вам обращаться по имени, посмотреть дальше. Еще раз повторюсь. Запишите, пожалуйста, мой номер телефона, либо printscreen, либо там сделайте, чтобы эта информация для вас сохранилась. Это важно. Потом сможете спокойно посмотреть, что там еще есть интересное. У вас есть три пути. Оставьте все как есть. Либо пройти мой путь, самый начальный. Это потом я только сообразил, что наставничество круто, что наставничество действительно двигает очень мощно тебя вперед. Но это действительно интересно пройти этот путь, потом делиться, можно книжки писать. Но нужно ли вам это? Либо гарантированно прийти к целям простыми и понятными шагами. Просто при помощи наставничества. Это реально круто. Это реально двигает. Ну, я бы сам, наверное, не пользовался наставниками, если бы не верил в это. То, как мы распределяем свои время, силы и деньги, показывает нашу истинную цель. Так что, ребята, кто сегодня был со мной? Посмотрите, подумайте, как вы будете распределить свои силы, время и деньги. И определите, какая у вас истинная цель нашего сегодня совместного времяпрепровождения. Он как раз и ответит, на что вы тратите свое время, силы и деньги. И это коррелируется с той самой целью. Еще раз. Мой номер телефона. Написать имя, город. Вот занятие. Здесь раньше была ссылка на Инстаграм. А я хочу поделиться сегодня вот этим замечательным фотографиям. Мне она очень нравится. И вот в это смутное время мне хочется, чтобы вы помнили. Быть счастливым – это выбор. Посмотрите, пожалуйста, на первое место. Посмотрите, пожалуйста, на второе. Ой, на третье место. Посмотрите, как ребенок счастлив. Вы хотите быть таким же ребенком счастливым, искренним счастливым, чтобы ваши дети такие же были счастливы рядом с вами. Чтобы они видели, что у вас счастливая семья. Что вы показываете, что значит любить друг друга. Что вы показываете, что значит заниматься любимым делом. Еще раз говорю, быть счастливым – это выбор. Это выбор наш, собственный. Даже заняв первое место, можно грустить и печалиться. Заняв третье место, можно радоваться. И вот как счастливый, искренний человек уничтожает весь пафос и героизм у первого места. Именно таким образом мы и действуем в нашей жизни. Еще раз. Пишите, я всегда рад помочь. Надеюсь, мой номер телефона вы записали. Надеюсь, за сегодня, завтра я получу от вас информацию, чтобы мог выбрать, с кем поработать. Определимся с стратегическими сессиями, кто готов заходить либо в стратегическую сессию, идем...